Минску 953 день города в этом году столица отмечает без большого количества гостей за пандемией, празднуют по дежурному, вспоминают историю и наводят порядок. В первую очередь у обелисков, помня о тех, благодаря кому мы можем радоваться этому днем. Тех, кто победу в годы Великой Отечественной войны приближал и на фронте, и работая в тылу. И, конечно, всех, кто стал жертвой фашистского режима. К мемориалу в Мусюковщине, где за годы войны в концлагере были расстреляны и замучены. 80 тысяч человек, активисты общественных объединений, депутаты и просто небезразличные белорусы принесли цветы и навели здесь порядок. Уважительно нужно относиться ко всему, особенно к тому, что сделано другими людьми, другими поколениями. Можно все отрицать, но, с другой стороны, для этого нужно что-то создать. И поэтому, уважая историю, уважаем вклад тех людей, которые создали нам базу для жизни. Какой же день города без символики? В этом случае цветочный. Возле рядового дворца появилась новая клумба в виде государственного флага. Высадили цветы, которые, к слову, глаз радовать будут еще долго учащиеся индустриально-педагогического колледжа. Клятва на верность. Сегодня на площади государственного флага первокурсники Университета гражданской защиты МЧС приняли присягу. События для новобранцев серьезные. Поддержать их пришли не только старшие товарищи, но и, конечно, самые близкие. За плечами вчерашних выпускников нелегкие вступительные испытания и проверка на стойкость курс молодого бойца. Всего ряды первокурсников пополнили больше 170 человек, 15 из них девушки. Эмоции, на самом деле, переполняют, потому что присяга, как-никак, и оно происходит раз в жизни. Всегда, все, что происходит раз в жизни, всегда очень сильно волнительно. Это гордость, гордость за себя и за свои товарищи, потому что мы смогли преодолеть себя и дойти до этого момента вместе. Все подтвердили свою, действительно, сознательный выбор профессии. Профессия непростая, сложная, сопряжена, конечно же, и с трудностями, и, самое главное, с рисками и для здоровья, и для жизни самих спасателей. Мы очень горды, что наше министерство выполняется вот этими молодыми, не пойду сказать, талантными ребятами. Обучать будущих спасателей будут по нескольким специальностям. Это пожарная и промышленная безопасность и предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. 55 тысяч – это общее количество студентов, которые прошли подготовку в университете МЧС за его многолетнюю историю. Не политика, а безопасность. МЧС просит жильцов многоэтажных домов, которые в последнее время стали витриной для негосударственной символики, вспомнить о пожарных правилах и призывают не превращать спасателей, которые выполняют свою работу в объект травли и нападок. Все чаще простым гражданам приходится сталкиваться с протестной символикой не на митингах, а в повседневной жизни. Несогласные вывешивают бело-красно-белые флаги во дворах жилых домов. Однако, как утверждает МЧС, подобные действия подвергают опасности всех жителей дома без исключения. Вот незавимляемые личные клетки, открытые балконы. Вот здесь вот висели синтетические ткани неизвестного происхождения. Человек, который находится в квартире, в случае пожара, он должен выбежать на улицу. В данном случае этот балкон является прямым и непосредственным путем эвакуации для попадания в личную клетку. То есть в случае загорания данных тканей, либо мог кто-то его поджечь, и данные синтетические ткани могли быстро загореться и могли развить пожар, соответственно. Павел Логодюк призвал жителей жилых домов не возмущаться по поводу снятых полотен и не искать каких-либо надуманных причин и политической подоплеки, поскольку все упирается в банальные правила безопасности при строительстве. Когда строится любое сооружение здания, разрабатывается проектная документация. И в проектной документации все проектные решения закладываются. В том числе в настоящий момент у нас в Республике Барусь действует требование, что все отделочные материалы должны быть выполнены из негорющих материалов. Из чего были сделаны данные синтетические ткани, нам неизвестно. Были они пропитаны огнезащитным составом, не были. Вопрос. Я вам скажу с точки зрения МЧС, потому что, не дай бог, вот он на дрефте слабо закреплен. Там может идти ребенок, может идти любой прохожий. И если что-то случится, этот флаг, он упадет и нанесет травму гражданину, то тут еще будет больше различных высказываний. Почему не сняли, почему допустили, что случилась такая беда, такая трагедия. Неожиданно те, кто каждый день рискует своей жизнью, спасая других, стали объектом насмешек и издевок. Некоторые даже подверглись обструкции в социальных сетях. Павел Логодюк также угодил в так называемый «черный список Беларуси» – телеграм-канал, где публикуют персональные данные тех, кто просто выполняет свою работу. Но несмотря на это, сотрудники МЧС продолжают выполнять свой долг, поскольку жизнь и здоровье сограждан превыше любых политических разногласий. Наши люди, они не так уж в этих телеграм-каналах и читают, потому что они сутки одежурили, затем сутки надо восстановить силы. И МЧС, они, ребята, и в форме ходят в городе, потому что знаю, что ребят этих наших МЧС их приветствуют, и всегда уважали, и будут уважать. И поэтому люди гордятся этой профессией. И там, если кто-то один-два человека выступили с какими-то такими негативными явлениями, оно в сущности не отражает той действительности, которая есть на самом деле. Дети не должны участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях. Страна как можно быстрее должна вернуться в режим безопасности. Это касается всех. Важно учитывать права и свободы других людей, когда отстаиваешь свои. Напомнили в Генеральной прокуратуре. Создание родителями ситуации, когда здоровью и даже жизни детей грозит опасность, а также факты привлечения самих родителей к административной и иной ответственности, являются одним из показателей семейного неблагополучия и могут привести к защитным мерам по отношению к детям. Одновременно прокуратура поставила вопрос о привлечении к ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей. Совершивших правонарушения, а также их нахождение в ночное время без сопровождения взрослых. Отмечу, что более 200 протоколов в административном правонарушении составлено в отношении несовершеннолетних за участие в массовых беспорядках. О чем попрошу граждан помнить, что любое действие необходимо оценивать с точки зрения, не нарушу ли я своим поведением права других людей. Важно не забывать и об основных принципах административного и уголовного процесса, неотвратимости ответственности. Поддержание общественного порядка – необходимые условия для диалога в обществе. Вместе с тем прокуратура активизирует работу по привлечению к ответственности организаторов незаконных акций. Устанавливается причиненный ущерб, его придется возмещать. Отдельно будет стоять вопрос о привлечении к ответственности тех, кто попытается саботировать работу предприятий. Проявить благоразумие, не подпитывая уличные протесты, просит белорусов и МВД. В своем телеграм-канале пресс-секретарь министерства еще раз обратилась ко всем, кто не понимает политической подоплеки этих протестов. Их явное противоречие общественному порядку. Участие в подобных акциях неминуемо влечет последствия – штрафы административной аресты. Приостановленный до октября «Белавиа» объявила о изменениях в летном расписании, связанное это с ухудшением эпидемиологической ситуации. До октября авиаперевозчик не будет летать в Ригу, Ларнаку, Ашхабад, Грузию и Россию. Деньги за билеты можно вернуть, либо перенести дату вылета до 30 марта будущего года. Пассажиры, которые прилетают к нам, обязаны заполнить так называемую самодекларацию о состоянии здоровья, описать самочувствие и географию своих передвижений. Кроме того, в национальном аэропорту открылась лаборатория для тестирования на ковид. Наличие инфекции в крови определяют в течение полутора часов. В лесах разгар грибного сезона и, судя по количеству снимков в социальных сетях и изобилию на рынках, даже новичок в этом деле может рассчитывать на приличный трофей. Погода помогает, главное знать места, как хорошо провести выходные по следам любителей тихой охоты прошла Ирина Никитина. Он красавчик, правда? Вот его нужно аккуратненько выкрутить, чтобы щелкнуло. И тогда вот не остается тут грибницы. Лес в этом году щедрый как никогда. За пару часов можно собрать полное лукошко благородных грибов. А если знать места, и того больше. У меня есть такая хитрость. Все люди собирают вот где белые грибы. Вон там, где есть много подстила и так далее. А я ищу грибы. Вот тут, под можжевельником. Они такие маленькие, они прямо из песка только голову достают. Вот по типу так вот. А видите, вот вон там и сидит грибочек. Для Зои Нелеповича ежедневная утренняя прогулка за грибами вместо зарядки. Тем более до леса рукой подать. Деревня примыкает к Беловежской пощи. Эти места всегда славились грибами. После дождей на пути встречаются разные. Белые, лисички, маховики. Больше всего маслят. Бабушкины все присказки. О, полная луна. Пора в лес. И я вот следуя этому совету, я всегда нахожу в лесу грибы. Еще соседи не знают, что грибы начались. А луна уже говорит, что есть. Разнообразие грибов также зависит от местности. За белыми стоит идти в высокие сосняки. Здесь же будут и лисички. Маслята предпочитают молодые посадки. А подосиновики в основном растут в смешанных лесах. Как и в любом деле, у грибников свои правила. Если уж собирать, то с одной грибницы несколько урожая. На месте срезанного масленка новый вырастет за два дня. Можно возвращаться на грибную поляну. Коренная жительница Полесья тихой охотой увлеклась еще в детстве. Со временем хобби переросло в профессию. Став биологом, любой из ста видов грибов отличит без труда. Вот поддубница. Вы знаете, какая-то вкусняшка. Это очень вкусный гриб. Очень вкусный. Но его нельзя кушать. Если раньше считался полусъедобный, то теперь нельзя. А почему? Ну вот скопление тяжелых металлов. Подозрительные грибы Зоя советует лучше обходить стороной. Слишком серьезными могут быть последствия для здоровья. Но если не пренебрегать правилами, лес – это природный целитель, благотворно влияет на весь организм. Вот открытие 2019 года НК-клетки. Ученые открыли, что именно прогулка в сосновом лесу дает наибольшее количество НК-клеток. Это клетки иммунной системы, которые являются показателем качественной работы иммунной системы. Они увеличиваются. Достаточно раз в три дня погулять по лесу, и у тебя нормальный баланс. Так что гуляйте по лесу, забирайте грибы, оздоравливайтесь. Все собранные грибы для гостей. Здесь у хозяйки своя агроусадьба. Что-то посушить, часть замариновать, чтобы на весь год хватило. Грибных блюд в меню огромное количество. Но самый любимый рецепт из детства – еще бабушкин. Бабушкин – горшочек, картошечка с грибами. На донышко мы кладем лучок. Потом у нас есть три маленьких грибочка свеженьких. Знаете, как здорово? С утра на каждого члена семьи такой горшочек с печь бабулечка поставила. И мы приходим готовые. Знаете, как оно классно томится в такой домашней печи. Горожейный год – это еще и возможность грибникам заработать. Опытные на рынок стараются попасть как можно раньше. Ассортимент глаза разбегается. Боровики, рыжики, подосиновики – есть даже редкие. Это золотистый боровичок или канадский гриб. Он недавно, это же один я день забрала и пришла. Ну, конечно, я одна. Я грибник с детства. Я свой лес воню, и он мне помогает. Конкуренция в этом году высокая, но цену формирует спрос. По 4 рубля за лисички маслята, самые дорогие – белые. Ближе к полудню выбор невелик. Остатки продают дешевле. С грибочков будем готовить суп, как варила моя бабушка когда-то. Грибы вообще люблю, но собирать не люблю. Только люблю их в сковородке. Любуюсь, когда собираю их. Ну, не знаю, сам процесс люблю. Ну, цены 20 рублей за килограмм. Там хожу и думаю, какой, как родит лес. Тем временем соцсети пестрят фотосессиями. Грибники делятся собранным урожаем и настроением. Вылазка на выходные в лес – это возможность отдохнуть от будничных забот. Грибной сезон, если погода не подведет, продлится минимум до середины октября. Впереди так называемые осенние. Маховики, опята, белые будут до самых морозов. Ирина Никитина, Кирилл Липовик, Сеня Каневцева. Наши новости. Брестская область.